МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шпионские игры, где НЛО всего лишь отвлекающий маневр? Или все-таки спецслужбы что-то действительно скрывают? Об этом наше эксклюзивное расследование прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ночь на 8 июня 2012 года для многих жителей Тель-Авива стала самой необычной в их жизни. В небе над городом они увидели вот такой удивительный светящийся объект. Присмотритесь внимательно. На кадрах, которые удалось снять очевидцам, отчетливо видна вспышка, которая, двигаясь по изломанной траектории, оставляет за собой яркий шлейф. Одно мгновение, и странный объект трансформируется во вращающуюся спираль, а спустя несколько минут просто испаряется в темном небе. Удивительно, но необычный светящийся объект в Тель-Авиве вызвал настоящую панику. В полицию посыпались звонки перепуганных жителей, которые сообщали, что планету захватывают пришельцы. А каретам скорой помощи пришлось выехать к тем, у кого после увиденного начались обострения старых болезней. Но самое удивительное, паниковало не только простое население. Израильские военные, зафиксировав у своих воздушных границ странный объект, подняли в небо несколько истребителей. Остановил работу аэропорт Тель-Авива. Все рейсы перенесли на неопределенный срок. Но самое поразительное даже не это. После того, как объект исчез в израильском небе, точно такой же появился в небе Ирана, потом Армении, Азербайджана и Тульции. На границе Армении и Азербайджана, на Горном Карабахе, там напряженно, там находятся вооруженные ополченцы, которые стоят буквально вот там вот друг в друга через забор, но все с оружием. И когда в небе появился вот этот эффект, все и обе стороны подумали, что это сигнальные какие-то там осветительные средства, сейчас начнется стрельба и начали стрелять. И убили человека. Он погиб. Из-за того, что неправильная идентификация была. Очевидцы были уверены, что этот объект НЛО. Правда, уже на следующий день все ведущие информагентства берут интервью у астрономов, которые высказывают совсем противоположное мнение. Они уверяют, что странные огни, которые появлялись в небе над ближневосточными странами, вовсе не НЛО, а след от российской баллистической ракеты Тополь, испытания которой проходили примерно в то же время. Возможно, это действительно так. И эта версия лучше других объясняет странные огни над Израилем, Азербайджаном, Турцией и Арменией. Но некоторые эксперты уверены, что эта версия не верна. Увидеть полет ракеты ни в Израиле, ни в Ливане, ни в Армении было просто невозможно. Ведь она проходит плотные слои атмосферы всего за 90 секунд. А здесь загадочный шар наблюдали около 40 минут. Но и это не все. По мнению экспертов, запуск Тополя вообще нельзя наблюдать с Земли. Ведь межконтинентальная ракета летит к цели на такой высоте, что отслеживать ее могут только радары. Но если необычный объект, пролетевший над ближневосточными странами, все-таки не баллистическая ракета Тополь, то что это за явление? Необычный атмосферный феномен или все-таки загадочное НЛО? Это Лесли Кин. Очень известная американская журналистка. Известной она стала еще в 90-х годах, после целой серии громких расследований, за которые получила высокие правительственные награды. Удивительно, но вот уже больше 10 лет Лесли Кин серьезно занимается материалами, связанными с НЛО. Ее книга «НЛО. Генералы, пилоты и власти рассказывают правду», опубликованная недавно, стала в США настоящей сенсацией. Ведь в ней описаны захватывающие истории очевидцев со всего мира, столкнувшихся с неопознанными объектами. Но самое главное, в книге содержатся рассекреченные доклады оборонного ведомства США и эксклюзивные, неизвестные ранее данные, которые ей передали бывшие сотрудники ВВС. Лесли Кин признается, что кое-какую информацию ей удалось получить благодаря личным связям в Белом доме. В этой книге много писем, докладов о наблюдении НЛО. Но наиболее интересные из них – внутренние документы полиции, в которых Министерство обороны обсуждает вопросы о том, как быть с этой проблемой, и чем, по их мнению, являются эти феномены. В этих новых документах есть много довольно интересных случаев наблюдения. По словам Лесли Кин, она изучила сотни свидетельств встречи с НЛО и уверена, что некоторые случаи просто сфальсифицированы или придуманы. В некоторых за неопознанные объекты очевидцы принимали пролетевший мимо пассажирский или военный самолет. А иногда – какое-нибудь удивительное атмосферное явление. И лишь в редких случаях появление некоторых неопознанных объектов бросало вызов всем существующим законам физики. Именно такой случай, по мнению Лесли Кин, и произошел 9 декабря 1965 года. Тогда в небе над США и Канадой пронесся огненный шар. Его наблюдали в шести штатах и канадской провинции Антарио. После этого неопознанный объект упал над Западной Пенсильванией и вызвал мощную ударную волну. Случай в Кексбургском лесу. Так прозвали этот инцидент многочисленные исследователи НЛО, безуспешно пытавшиеся выяснить, что упало в Западной Пенсильвании. Исследователям приходится по крупицам восстанавливать картину произошедшего. Уровень радиации в месте приземления был в 7-9 раз выше, чем нормальный уровень в той местности. Тысячи людей стали свидетелями его полета, включая пилотов. Они описывают его как огненный шар, который оставлял за собой поток дыма. Город был на военном положении, никого не впускали и не выпускали. Собрали всех добровольцев, служащих пожарной станцией. И они наблюдали, как военные выгружали тонны современного для тех времен и сложного оборудования. Удивительно, но местные жители, которые прибежали на место крушения, все-таки успели рассмотреть то, что увозили военные. Объект размером с малолитражку, на корпусе которого были странные надписи, похожие на иероглифы. Однако уже на следующий день власти официально заявили, что так там ничего и не нашли. По моему личному мнению, был собран реальный материал и металл из странного происхождения. Я думаю, можно сказать, что с теми материалами, что были там, правительство получило ответ, и оно преуспело в его сокрытии. Лесли Кин занималась расследованием этого случая. Целых четыре года она изучала не только воспоминания очевидцев, но и бывших военных, которые участвовали в спецоперации по вывозу обломков загадочного объекта. И выяснила, что часть документов до сих пор засекречена и хранится в архивах НАСА. В 2002 году Лесли Кин подала в суд на НАСА с требованием опубликовать материалы этого дела. Суд длился, только представьте, долгих пять лет. Такого результата никто не ожидал. Аэрокосмическое агентство потерпело фиаско. НАСА пришлось предоставить журналистке документы под названием по итогам судебного разбирательства касаемо случая появления НЛО в Кексбурге, штата Пенсильвания в 1965 году. Правда, все, кто следил за этим громким судебным процессом, оказались разочарованы. Ничего, что помогло бы раскрыть тайну Кексбургского инцидента, в файлах не содержалось. Остальные документы по этому делу, по словам руководства НАСА, были уничтожены или просто потеряны. Громкое судебное разбирательство журналистки Лесли Ким с аэрокосмическим агентством НАСА так вдохновило американцев, что суды оказались буквально завалены новыми исками к НАСА и ФБР. И тогда Федеральное бюро расследований США пошло на беспрецедентный шаг. Опубликовало в интернете 1600 страниц архивов, содержащих сведения об НЛО. Уфологи тут же кинулись их изучать, но оказались разочарованы. Говорят, там есть все, но нет самого интересного. А наиболее любопытное оказалось просто замазано толстым слоем чернил. Даже если допустить, что это настоящие отчеты, ну, ксерки с настоящих отчетов, они ровным счетом ничего не дают нового. Это вырванные из статистического, динамического, так сказать, ряда сообщений, по которым нельзя даже попытаться определить такие временные распределения наблюдений. Просто вырванные. Вырванные, конечно, самые неинтересные. Мало того, еще даже там фамилии замараны. Нужно понять, когда в документах закрашены имена и адреса очевидцев. Но зачем же прятать распоряжения и выводы, если это уже якобы не секрет? Что скрывается под темными чернилами? И почему ФБР обнародовало не полный архив, а только избранные главы, в которых ничего нет? Многие исследователи уверены, что по-прежнему под замком остались именно те материалы, которые легли в основу секретных разработок военных. Одной из таких могла быть разработка космического аппарата нового поколения X-37B. Space Planet X-37B разработаны недавно военно-воздушными силами. Это аппарат, способный поднимать вещи для тестирования на большие высоты, на несколько сотен миль над землей, а затем возвращать их. О том, что американские военные сами создавали летающие тарелки, стало известно после того, как Национальный архив США снял гриф секретности с чертежей боевой летающей тарелки. На этих кадрах секретная лаборатория ученых уже не существующей канадской компании Euroaircraft. В 50-х годах прошлого века ее разработчики изобретали по заказу ВВС США два аппарата, удивительно похожих на летающие тарелки. Миссия носила название проект 1794. По расчетам проектировщиков, боевая тарелка Пентагона должна была взлетать вверх со скоростью 4000 км в час. На этот проект правительство США выделило 31,5 миллион долларов в пересчете на нынешний курс. Но разработку почему-то свернули. Многие исследователи уверены, что НЛО, о которых сообщают тысячи людей по всему миру, не что иное, как созданные руками человека летающие тарелки. Я уверен, что через пару десятилетий у некоторых стран уже будут продвинутые космические корабли, основанные на том, чего сейчас мы опасаемся. Но люди уже видели их, и они будут через несколько десятков лет. В первую очередь они возникнут благодаря восстановленным обломкам кораблей пришельцев, которые были сбиты американцами в ранние 40-е годы, а также уже в более близкие к нам года. То, что после Второй мировой войны многие страны пытались разработать супероружие, уже не секрет. Все началось с немцам. Только представьте, еще не кончилась война, а Вермахт принимает на вооружение ракету, которая совершает первый в мировой истории суборбитальный космический полет. Военная значимость Фау-2 была почти нулевой, но скоростная ракета могла до смерти перепугать половину мирного населения Великобритании. Следом выйдет Фау-7, спроектированная по загадочным чертежам, которые немцы добыли у гималайских лам. Они решили воссоздать эти вот рисунки, что дисковидная форма, да, а принцип передвижения, кроме таких двигателей, которые в то время были известны, бензиновый, реактивный, других-то не было, и даже близко быть не могло. Они вот, да, сделали там вот какой-то турболет, вот они сделали на реактивной тяге диск, взлетали, все вот эти вот проекты, значит, Фау-7, 13 аппаратов, они все взлетели, но они были очень неустойчивыми, поскольку фактически у них был один вектор вот тяги, значит, вверх, а у управляющих-то не было, вообще они погибли. Еще одна немецкая разработка, о которой до сих пор ходят легенды, так называемые фу-файтеры. Все так догадывались, знали, что немцы разрабатывают какое-то оружие возмездия, что вот они ракетами стреляли по Лондону, вот что-то летающее, что-то такое непонятное, и вот действительно эти фу-файтеры, такие светящиеся образования, шары, или там такие продолговатые светящиеся сигары, продемонстрирован был этими фу-файтерами эффект, который присущ феномену НЛО, мимикрии формы. 25 марта 1950 года итальянский конструктор Джузеппе Белуццо заявит, что участвовал в разработке немецких дисковых летательных аппаратов. Эту фотографию он якобы сделал в марте 1945 возле Праги. Через пять дней на страницах Шпигеля появится сенсационное признание Рудольфа Шривера, еще одного конструктора, который сотрудничал с нацистами. В 1942 году он подготовил чертежи сверхзвукового дискового вертолета. Ученый был уверен, после войны эти разработки попали либо в СССР, либо в США, где тарелку построили, испытали и наглухо засекретили. Многие историки предполагают, что тайные разработки немецких ученых достались не только американцам, соорудившим тарелки на заводе «Эвро-Аэркрафт». Таинственные чертежи могли попасть и в Советский Союз. После Второй мировой войны НЛО наблюдали довольно часто, в том числе волны НЛО. Но администрация США и американские ВВС решили держать эту информацию в тайне. Сейчас стали известны документы, из которых следует, что появление НЛО не было иллюзией, что НЛО — это технические устройства. Но в то же время, когда шла гонка вооружений, некоторые сошли нормальным утаивать то, что содержало в себе огромный технический либо военный потенциал. Точно так же поступали и в СССР. Специалисты уверены, для того, чтобы надежно засекретить разработку сверхоружия, и СССР, и США часто запутывали следы, то и дело подкидывая друг другу подделки. Следы испытаний сверхоружия они часто выдавали за НЛО. Именно этим, возможно, и объясняется, что в послевоенные годы появилось огромное количество очевидцев, столкнувшихся с летающими тарелками. Это кадры одной из самых знаменитых видеозаписей, которую в 60-е и 70-е годы прошлого века не менее десятка раз показывали разные американские телеканалы. В самом начале видео стоит титр, совершенно секретно, из архивов КГБ. На записи хорошо видно, как советские военнослужащие в лесу охраняют объект, сильно напоминающий летающую тарелку. А это отрывок уже другого документального фильма, тоже крайне популярного у телезрителей США в 70-е годы. Голос за кадром описывает происходящее на экране. По словам диктора, это документальная съемка в одном из институтов СССР. Медики якобы проводят вскрытие существа, не принадлежащего к земным живым организмам. Другими словами, режут труп инопланетянина. Что-то пило. Попадает. Очень редкий, давайте попробуем. Военные историки утверждают, американские граждане за время Холодной войны увидели не один фильм под названием «Инциденты с НЛО, засекреченные КГБ». Но все без исключения эти фильмы – подделка. И советское КГБ вовсе не занималось препарированием инопланетных гостей. Все это не более, чем операция под названием «Миф». Все эти фильмы были созданы специально для ЦРУ и ФБР. Присмотритесь внимательно. Взгляните еще раз на эти якобы документальные кадры с триумфом, показанные на телевидении США. На видео, где советские военные охраняют тарелку, лежащую в лесу, зима. Но если приглядеться, то хорошо видно – кроны берез зеленые. В отсутствие технологий компьютерной графики зелень берез пришлось просто растушевать. И это предательски выдает зеленоватая дымка. В этом кино, изображающем вскрытие тела инопланетянина, есть другие неточности и несостыковки. Все врачи работают даже без защитных масок. Но в случае такой операции меры предосторожности пришлось бы принять. Хирурги, контактируя с внеземным неизвестным существом, реальным пришельцем, должны были бы работать в костюмах химзащиты, как минимум. Все эти грубые неточности, по словам экспертов, могут значить только одно. Все эти пленки – это псевдодокументальные фильмы, созданные самим КГБ для дезинформации противника. Мы знаем, что в России подход к секретности все-таки немножко другой в Советском Союзе был. В США типичная абсолютная ситуация, когда какие-то данные, которые не предполагались для общественного разглашения, достаточно вспомнить недавний скандал с Викиликс, когда вся американская аниматическая кухня оказалась на обозрении всего мира. Если говорить о американских видео, оснований подозревать, что это какая-то подделка или фейк, у меня особенно нет. А что касается советских видео, то здесь ситуация совсем другая. Мало кто знает, но пик упоминаний о появлении летающих тарелок в Америке приходится именно на годы Холодной войны. То есть на то время, когда между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки полным ходом шла гонка вооружений. Но что же скрывали советские военные? Историки, знатоки эпохи Холодной войны, уверены, что кино про охрану летающих летающей тарелки в лесу могло быть дезинформацией для прикрытия разработок настоящей летающей тарелки. Кстати, в России дисколет был создан раньше всех, где-нибудь в 1908 году, по-моему. Там хитрость заключалась в том, что... Известно, когда Черновский Борис Михайлович один из своих аппаратов, дисколетов, заявил на летное испытание в НИИ ВС, то там большой конфликт возник с летным составом. Потому что он настолько был необычен в аэродинамике. И, кроме того, нужно было поймать центровку 14-17% среднего аэродинамической хорды, что достаточно сложно было. Это задним числом, я уже говорил, что было поймано. Вот. Дошло до того, что летный состав отказался испытывать дисколет во главе со Стефановским, знаменитым летчиком-испытателем. И вообще там, типа того, что это аппарат, на котором невозможно летать. Но, в конце концов, он летал, неплохо летал, и рекорды скорости ставил. В конце 60-х советскими конструкторами был создан дисколет, годный к испытаниям. Посмотрите на эти кадры, не предназначенные для вброса в средства массовой информации США. Первый полет летающей тарелки, собранный в СССР, на заводе «Сокол» в городе Горький. Первый раз в воздух ее подняли на одном из аэродромов Казахстана. Этот самолет необычной формы обладал большой грузоподъемностью. И при этом мог легко идти на скорость около 100 км в час. Причем такую скорость не считали максимальной. Дальнейшие усовершенствования должны были привести к созданию суперскоростного ракета-носителя. Те дисколеты, которые в 60-х, 70-х годов, они их таскали на буксире. Рассчитывал связку буксировщик, трос и дисколет Гурьянов Михаил Александрович. Он блестяще справился с этой задачей, потому что колебательный процесс очень сложный был. У нас дисколеты в качестве планера таскали лет 15, наверное, пытаясь наработать уже на новой основе представление об этом, что это такое. Последующая доработка привела к тому, что дисколет мог подниматься в воздух самостоятельно, но создание летающей тарелки вскоре было приостановлено. По каким-то причинам этот проект был зарублен. Как у нас часто это бывает? Я знаю даже о том, какой интерес проявили к таким аппаратам даже не какие-то военные структуры других стран, а то пограничники в Южной Америке. В 80-е годы в США снова началась истерия с летающими тарелками. Некоторые специалисты по истории военного дела заявляют, весь этот ажиотаж вокруг НЛО снова был создан нашими российскими спецслужбами. Ведь в 80-е годы работы по созданию летающего диска решили возобновить. Планировалось, что летающие тарелки будут вести противоракетную оборону шахт с ядерными ракетами, расположенными по всей территории СССР. Давайте сделаем такой аппарат, куда можно будет нашей ракетой шахт начинить этот аппарат. И он бы летал в Сибири, с места на место перелетая, чтобы невозможно было его со спутников засечь, его точное местоположение. И тем самым решать безопасность нашей страны. Новая разработка получила название «Экип», что значило «экология и прогресс». Не имеющий аналогов экрана «Лёд Экип», прошёл первичные испытания ещё в 1980-х годах. Его преимущества перед обычными самолётами были очевидны. Ему не нужен аэродром для взлёта и посадки. Взлётно-посадочная полоса для него в пять раз короче, чем у традиционного самолёта. За счёт воздушной подушки он устойчив в небе, и сесть может абсолютно на любую поверхность. На воду, в песок, в болото. Он мог обходиться без пилотов. Первая модель имела систему радиоуправления. И даже в критической ситуации, если бы отказали все двигатели, «Экип» мог сесть за счёт своих особенностей и маневрировать лучше обычного самолёта. «Экип» — это образец экранолёта, который может идти с использованием экранного эффекта. Если возникает какая-то преграда, он перескакивает через неё, а дальше выходит. Потому что на экранном эффекте удаётся добиться экономии топлива примерно в полтора-два раза. Сейчас «Экип» не удел. Будущее девятитонной летающей тарелки, сделано в СССР, было погублено реформами и развалом страны в 90-е. Но если и американские и советские проекты по разработке летающих тарелок давно остановлены, почему же в мире минимум один человек из ста продолжает видеть необычные явления, связанные с НЛО? И что самое любопытное, летающие тарелки за полвека не поменяли привычек. Излюбленные места их скопления — ядерные объекты, военные базы и крупные города. В 2004 году спецслужбы Ирана заявили, что последние пять лет летающие блюдца зачастили к их атомным объектам. Военные сбиты с толку. Что это? Если новейшие шпионские разработки американцев, то, сбив их, можно спровоцировать военный конфликт. А если настоящие НЛО, последствия могут быть ещё более непредсказуемыми. Запаниковало и местное население, поскольку люди ислама очень религиозны, они стали просить своих имамов объяснить, что происходит в небе. Но разумное объяснение было найти сложно. И от этого паника усиливалось ещё больше. Классическая такая исламская традиция гласит, что это летают шайтаны. В этом смысле очень близко позиции православной церкви и ислама. Почему? Потому что и православная церковь утверждает, что это демоны, бесы и так далее. Военные очень насторожились. Почему? Почему? Если это НЛО, можно их трогать или нет? А если это не НЛО, а какие-то разведывательные аппараты, чьи? Можно ли их сбивать? Приведёт ли это, допустим, к началу боевых действий? Политические круги? А им-то как реагировать? Дело в том, что на следующий год, летом, должны были состояться очередные выборы президента. Отчаявшиеся иранцы обратились за помощью в Роскосмос. А Федеральное космическое агентство к специалистам, которые десятки лет изучают НЛО в нашей стране. Встреча видного российского специалиста в области уфологии Александра Семёнова с иранской стороной проходила на самом высоком уровне и за закрытыми дверями. Я сразу определил, что массовое явление этих НЛО над стратегически важными объектами это, скорее всего, американские беспилотные средства. Я как бы подтвердил их такие смутные подозрения. Когда дело зашло о формах, я сказал, что наиболее устойчивая там треугольная форма. Они прямо зааплодировали. Я скажу, что да, вот именно это они и видят. Российский эксперт стал разбираться в технике полета летающих объектов. Если это беспилотники и запущены с базы другой страны, то им приходится лететь большое расстояние. А это значит, на то, чтобы вернуться, ресурсов может не хватить. Значит, по расчетам специалистов, аппараты должны были двигаться дальше на восток. И неожиданно выясняется удивительное совпадение. Как раз в это время в Китае, в том же районе, наблюдают массовое скопление летающих тарелок. Для изучения этих явлений в провинции Синьцзян даже создают уфологический центр. Когда об этом узнают иранские военные, то они еще более утверждаются в мысли, что это летающие тарелки земного происхождения. Пролетев через их страну, они садились на базах возле Китая для дозаправки. Надо сказать, что эта основная версия подстегнула иранских военных и соответствующих правительственные круги к переговорам с российским руководством о поставке противовоздушных и противоракетных систем. Однако иранские ученые не успокоились, ведь характер полета предполагаемых беспилотников потрясал своей маневренностью и скоростью. Такого не видели даже военные. Поэтому группа исследователей из Тегеранского университета прибыла в Москву на конференцию «Зигелевские чтения», посвященную изучению НЛО. Зарубежные гости были потрясены увиденным и услышанным. Оказалось, скидывать со счетов появления настоящего НЛО может стать крайне опасным. Если неправильно идентифицировать вот такую цель, ее уничтожить, и это будет, значит, НЛО, ну, там, как будут там реагировать какие-то разумные силы космоса, мы не знаем, как они будут реагировать. А если при этом каким-нибудь жестким лазером попадет по нашей территории, а если в ответ на полет каких-то, значит, НЛО будет осуществлен сопережающий удар с ядерными средствами по нашей территории, это начало термоядерной войны всеобщей. Возможно, все это очень преувеличено, и действительно, вся НЛО просто сверхновые военные технологии. Но как тогда объяснить, что еще древние египтяне три с половиной тысячи лет назад оставляли иероглифические записи об огненных кругах? Более того, легенды о воздушных кораблях встречаются у всех народов мира. А недавняя сенсационная находка французского ученого Эммиа Мишеля показала, что НЛО наблюдали даже в Палеолите. На стенах знаменитых гротов в испанском Альтамире и французском Ляско наши предки еще 35 тысяч лет назад фиксировали загадочные дисковидные предметы. Сегодня мы видим множество предметов, дошедших до нас с древних времен, и воспринимаем их как ошибочно истолкованные технологии. Аборигены видели нечто, но были не способны его постичь, однако они имитировали эти предметы. Так возникли, например, изготовленные из золота объекты по форме напоминающие самолеты. Так появилась надгробная плита в Поленке, так появились скульптуры на храмах в Центральной Америке. К примеру, на груди у скульптуры, изображавшей священника, был прямоугольный ящик с клавиатурой, кнопками для 10 пальцев. Многие ученые отрицают факт внеземного происхождения НЛО, но и они не все могут объяснить. Например, почему появление неопознанных объектов сопровождается явлениями, которые невозможно объяснить законами физики? И, наконец, для чего тогда практически во всех спецслужбах мира были созданы специальные отделы по изучению НЛО? Неужели летающие тарелки все же гости с других планет? Разговор о том, что вот эти летающие тарелки, это неопознанные летающие объекты, являются результатом разработки современных конструкторских бюро в любой из стран мира, на мой взгляд, является при большим преувеличением. В настоящее время наиболее совершенные образцы, такие как X-37, американский XL-37, гиперзвуковый самолет, аналогичные самолеты подобного типа, которые были разработаны в Советском Союзе еще в 80-е годы, это всего лишь на все традиционные турбореактивные, турбовинтовые самолеты с стандартной аэродинамикой и не очень хорошими летно-техническими характеристиками, все это связано об одном, что ничего такого прорывного и сверхъестественного нет. 24 июня 1947 года. Этот солнечный день войдет в историю как начало современной эры НЛО. Американский летчик Кеннет Арнольд полетит на собственном вертолете из города Бойсе. Ему навстречу с невероятной скоростью выскочат 9 серебристых шаров, каждый диаметром 15 метров. В том же районе зафиксируют на пленку необычное свечение. Штат ВВС США просто завалят подобные свидетельства. 9 июля 1947 года генерал Джордж Шульген отправит в ФБР призыв о помощи. Руководство бюро расследований поставит условие получать от военно-воздушных сил неограниченный доступ ко всем без исключения материалам. И генерал пойдет на эти условия. Но идиллия между ВВС и ФБР продлится недолго. Яблоком раздора станет письмо полковника Смита, перехваченное агентами бюро. В резкой форме Смит заявит, что военные должны заниматься настоящими НЛО, а агенты ФБР копаться в мусоре, исследовать подделки, которые в итоге могут оказаться сидениями от унитазов. Фраза про сидения от унитазов выведет из себя главу ФБР Эдгара Гувера. С тех пор бюро будет заниматься летающими тарелками неофициально, вплоть до середины 60-х годов. Некоторые следователи уверяют, агенты составляли досье на каждого очевидца НЛО, а попытки искать доказательства существования внеземного разума приравнивались к преступлениям. Правительство и военные не могли просто объявить общественности, что в нашем воздушном пространстве есть некие объекты, быстрее нас, более маневренные, и мы не знаем, что это. Это было признанием того, что мы потеряли контроль над воздушным пространством, и совершенно очевидно, что такая ситуация неприемлема для любого правительства. Одним из тех, кто вопреки запретам американских спецслужб пытался разгадать инопланетную тайну, был Джордж Адамский. Его досье хранится под названием «Детройтский клуб летающих тарелок. Шпионаж». Работник придорожного калифорнийского ресторана уверял, что находится в постоянном контакте с пришельцами. Мало того, он повсюду рассказывал, что космические братья не одобряют ядерное оружие. Спецслужбы восприняли это как подрывную деятельность. Невероятно. Но Адамский посадили в тюрьму. Несмотря на то, что в рассказах Адамский было много выдумки, его слова о предостережении инопланетян по поводу атомных разработок вспомнят еще не раз. Эйзенхауэра предупредили, что он должен постараться и остановить эти ядерные испытания. Но, к сожалению, даже наш президент не смог этого сделать. Не смог остановить ядерные испытания, и бомбы продолжали взрывать. И пришельцы сказали, что нужно остановиться, потому что наносим вред. Я так понимаю, что из-за того, что они были заинтересованы в нашем развитии, они волновались из-за этого. Тимоти Готт, бывший консультант правительства США, автор книг об НЛО, получивших мировую известность. Писатель уверяет, что лично знал того человека, который представил инопланетян двум американским президентам, Эйзенхауэру и Кеннеди. Это был тот самый Джордж Адамский. У него была карточка артиллерии американского правительства, которая давала ему доступ ко всем военным базам не только в США, но и по всему миру. И он работал с военными, представляя им инопланетян. И одним из тех, кому он представил инопланетян, был президент Кеннеди. Были еще президенты. Президенту Эйзенхауэру он также помог. Существует большое количество свидетельств этому. Бывший сотрудник ВМС США Брюс Макаби больше полагается на официальные документы. Именно Макаби был одним из первых, кому удалось изучить секретные материалы ФБР, ЦРУ, ВВС и американской армии. Его настолько потрясли засекреченные данные, что он даже стал одним из создателей Фонда по исследованию НЛО. А его книга НЛО и ФБР «История сокрытия фактов» стала настоящей бомбой. Макаби признает, большая часть сообщений об НЛО это действительно слухи и домыслы. Но есть и то, что никому не удается оспорить. Я называю их другими разумами, а не инопланетянами. Потому что это более нейтрально, как мне кажется. Мы не знаем, откуда они прилетают. Они могут быть из других звездных систем или быть путешественниками во времени, космическими путешественниками. Макаби посвятил изучению НЛО 30 лет. Он пришел к странному выводу. Спецслужбы почему-то поощряют выдумки об инопланетных пришельцах и даже создают собственные мистификации. Делают это они для того, чтобы отвлечь внимание от реальных данных и сделать тему НЛО несерьезной, смешной, чтобы впредь от нее можно было лишь отшучиваться. Это фотокопия предвыборного плаката 1960 года. А этот человек мог бы стать президентом США. Все в лучших традициях. Короткая стрижка, почти голливудская улыбка. Но его ярко выделяет из других кандидатов необычный лозунг. Америке нужен истинный президент космического века. Независимый кандидат Габриэль Грин объявляет себя телепатическим каналом для передачи сообщений космических хозяев. Уверяет, что поможет человечеству прочитать тайные письмена инопланетян, а также, если его изберут, использовать на Земле экономику развитых космических цивилизаций. Грин уверяет, всему этому он научился у высшего разума, когда путешествовал на космических кораблях пришельцев. Это человек, безусловно, неглупый. Человек, который, понимая, что за ним нет, видимо, серьезной политической опоры, серьезной экономической опоры, и понимая, что в то время в США инопланетная истерия была достаточно высока, сделал блистательный пиар-код. И этот пиар-код оправдался. Я полагаю, что президенты военные сделали из этого выгода. Сегодня такого кандидата подняли бы насмех, но в 60-х годах, когда в существование инопланетян верит около половины населения Америки, его поддерживают более 100 тысяч человек. Однако он снимает свою кандидатуру в пользу будущего президента Кеннеди. Но уже через два года, баллотируясь в Сенат штата Калифорния, наберет вдвое больше голосов. Вряд ли к такому кандидату отнеслось бы серьезно большинство. Но что если идея выборов космического президента это еще один эксперимент секретных спецслужб, вроде радиопостановки Война миров. И цель этого эксперимента выяснить, готовы ли люди отдать свои голоса человеку, который исполняет волю инопланетян. А значит опосредованно подчиниться внеземному разуму. Иначе как объяснить, что уже очень скоро правительственные секретные службы начнут колоссальную программу в отношении НЛО. Суть ее будет заключаться в том, чтобы отвлечь общество от реальных исследований, а взамен наводнить средства массовой информации фальсификациями, которые тут же легко можно опровергнуть. Например, политики думают, что если они заговорят на публике об НЛО и пришельцах, они будут осмеяны в масс-медиа, поэтому стараются избегать этих вопросов. Это может произвести впечатление, что правительство скрывает такие факты, что о людях, делающих такие заявления. Часть из них врут, фальсифицируют данные, кто-то из них может иметь шаткое психическое состояние, а кто-то может просто неправильно интерпретировать очень правдоподобный сон или галлюцинацию. Но я думаю, что касается свидетелей НЛО, большинство людей, заявляющих об этом, действительно верят, что это произошло. Сенсационная пропаганда пришельцев и космических кораблей продолжается до сих пор. По мнению ученых, это подрывает доверие к серьезным исследованиям НЛО. Посмотрите, сообщениями о зеленых человечках пестрит желтая пресса по всему миру. Люди уже перестали обращать внимание на сенсационные заголовки. Контактеров с внеземным разумом называют чокнутыми, а из их свидетельств слагают анекдоты. Однако наука не стоит на месте. 7 марта 2009 года с космодрома НАСА во Флориде стартовала ракета-носитель Дельта-2. На ее борту находилась настоящая астрономическая обсерватория со сверхмощным телескопом. Отделившись от станции, она начала поиск экзопланет. Тех, что вращаются вокруг звезд за пределами Солнечной системы, но похожи на нашу Землю. Новые данные поражают воображение. Общее количество экзопланет в галактике Млечный Путь от 100 миллиардов. Из них почти 20 миллиардов землеподобны, то есть теоретически могут быть обитаемы. Мы можем быть уже сейчас уверены, что каждая третья звезда имеет планетную систему. Планетные системы весьма распространены, что обостряет вопрос времени жизни земной цивилизации. В декабре 2011 года космическая обсерватория передала сенсационные снимки. Обнаружена планета, удивительно похожая на Землю. С участками суши, океанами и даже облаками. Ей дали название Кеплер-22би. По расчетам ученых, средняя температура на этой планете около 30 градусов тепла по Цельсию. Но даже не это главное. Исследования астрофизиков подтверждают. Кеплер вращается вокруг своей звезды на таком расстоянии, что моря и океаны с ее поверхности не испаряются и не замерзают. А если есть вода, значит и жизнь. Там в принципе температура может быть от 0 до 100 градусов. То есть там, где существует жидкая вода. Это уже сейчас достаточно для того, чтобы вызвать большую сенсацию. Поскольку таких планет если и найдено, то по пальцам одной руки можно пересчитать. Астрофизики предполагают, что у экзопланеты есть даже слабая атмосфера. А значит есть шанс, что на Кеплере существуют не просто бактерии, а развитая разумная цивилизация. Но пока ученые не выяснили химический состав и вес планеты, можно только догадываться, на кого похожи возможные ее обитатели. Если Кеплер легче Земли, то и сила тяжести на поверхности тоже будет меньше, чем у нас. Это значит, что местные обитатели могут иметь самые причудливые формы. Возможно, они похожи на крупных динозавров, гуляющих в тени гигантских деревьев. Они могут быть ростом гораздо выше, чем мы. Они могут и строение скелетной структуры и костной структуры совершенно отличаться от нас. Она может прочна быть настолько, что для нас это может даже напоминать металл. Однако, если сила тяжести на Кеплере больше, чем на Земле, то обитатели экзопланеты будут карликами. Такие же маленькие гуляют там животные и невысокие растут деревья. В любом случае, уверены ученые, это совсем иная, не похожая на земную жизнь. Но узнать наверняка, что из себя представляют братья по разуму, в ближайшее время невозможно. Ведь Кеплер находится на расстоянии 600 световых лет от Земли. Так что пока остается ждать, пошлют ли инопланетяне хоть какие-нибудь сигналы. 42 антенны телескопов, 5 миллионов персональных компьютеров из 200 стран мира. Такая гигантская армия пытается поймать сигналы с экзопланет, находящихся в зоне обитания. Телескопы сканируют тысячи звезд, а компьютерные программы, установленные у миллионов пользователей, непрерывно расшифровывают данные. Сети. Это самый масштабный компьютерный проект за всю историю. Его организаторы уверены, контакт с инопланетными цивилизациями вопрос ближайших 10 лет. Однако многие исследователи с этим не согласны. Много времени ведется постоянный мониторинг сигналов со звезд. Но никому не удалось расшифровать хотя бы одно послание. Я думаю, мыслящие формы жизни, которые опережают нас в развитии на целые тысячелетия, уже не нуждаются в математических символах. Оно способно расшифровать нашу речь. Мы и сами в прошлом делали подобное, общаясь с населением развивающихся стран, где-либо в районе Верхней Амазонки или Верхнего Нила. Мы слышали абсолютно непонятную речь, не такую, как наша. И тем не менее, мы в скором времени начинали понимать их язык. Однако известны случаи, когда сначала были получены сигналы, а потом обнаружена сама планета. Вот она. Эта планета находится в созвездии Тау-Кита на расстоянии 12 тысяч световых лет от Земли. Ее обнаружила группа ученых из Австралии, Великобритании и США. И не одно. А вместе с целой планетарной системой вокруг звезды. Но именно эта планета, которой дали буквенное обозначение Ди, находится на правильном удалении от своей звезды. Не настолько близко, чтобы она могла выжечь поверхность дотла, но и не так далеко, чтобы поверхность успела промерзнуть. Прошлый год нам подарил буквально сказочное открытие пять планет. И это мы пока только предварительно можем говорить. Кто знает, сколько там на самом деле этих планет? И одна планета, насколько я помню, четвертая по номеру от звезды Тау-Кита, она действительно находится вблизи зоны жизни. Но самое главное даже не это. Ученые предполагают, что на этой планете может быть вода, а значит и условия для появления живых организмов. Некоторые исследователи считают, что эти организмы вполне могут оказаться разумными. Если есть вода, все остальное найдется. Более или менее вся химия вокруг нас и вокруг любой планеты она есть. А вот вода это очень редкая вещь. В Солнечной системе только Земля богата океанами такими на поверхности. Астробиологи пока с осторожностью обсуждают версии о том, что на одной из планет в созвездии Кита существует разумная жизнь. Однако еще полвека назад группа американских исследователей была уверена, что в созвездии Кита точно обитают разумные существа. Тогда в рамках проекта ОЗМО группа американского астронома Фрэнка Дейка решила исследовать две ближайшие к нашему Солнцу звезды Эпсилон Ириадны и Тау-Кита. Она не просто ближайшая, одна из ближайших к нашему Солнцу, но и она Солнцеподобна. Она похожа на Солнце и по возрасту, и по спектральному классу так называемому. Туда направляли радиотелескопы, пытаясь зафиксировать оттуда радиоизлучение, возможно, какие-то зондирующие импульсы от братьев по разуму. Это было еще в 60-х годах прошлого века. 8 апреля 1960 года исследователям удалось зафиксировать четкий сигнал из сектора звезды Тау-Кита. Но несмотря на его явную аномальность, специалисты Пентагона заявили, что это не послание инопланетных существ, а обыкновенные сбои в аппаратуре. Исследования почти тут же свернули. Удивительно, но о них вспомнили спустя 50 лет, когда с помощью спектрографов, расположенных в Чили, Австралии и на Гавайях, именно в этом участке обнаружили целую планетарную систему. Возможно, из созвездия Тау-Кита еще полвека назад удалось поймать сигнал от разумных существ. Ведь астрономы отмечают, что эта планетарная система в два раза старше солнечной. А значит, местная Тау-Китайская цивилизация, если она существует, намного древнее земной. Правда, познакомиться с ее представителями человечество в ближайшее время не сможет. Ведь, чтобы достичь этой планеты, даже самому быстрому космическому кораблю понадобится больше двухсот столетий. 2008 год. Австралийский ученый Рагбир Бхатал сообщает сенсационную новость. Ему удалось зафиксировать мощный сигнал, отправленный кем-то из глубин космоса. Этот сигнал астроном принял из соседней планетарной системы. Большинство коллег Рагбиру Бхаталу просто не поверили, ведь в том районе, на который он указал, не было ни одной планеты, с которой мог бы прийти хоть какой-то сигнал. Однако через несколько месяцев приборы австралийского астронома снова поймали странный сигнал. Потом еще и еще. Бхатал был уверен, что регулярный характер сигналов указывает на то, что на связь с человеком выходят разумные существа. человек, который сообщил об этом достаточно квалифицированный. У него вполне современная аппаратура, он вполне грамотный астроном и трудно заподозрить его в каком-то пиаре или в какой-то шутке. Маловероятно. Человек вполне серьезный и аппаратура очень современная. Субтитры создавал DimaTorzok который анонсировался как искусственного происхождения, он, конечно, сразу же эти наблюдения и популярности он этому человеку, этому исследователю тут же дал. Новую планету Глизе-581 астрономы уже окрестили суперземлей. В рейтинге десяти потенциально обитаемых планет она на втором месте после Земли. Ведь эта планета по своим параметрам идеально подходит для жизни. Она всего в полтора раза больше Земли и в три раза тяжелее. А это значит что у нее есть атмосфера. Кроме того по расчетам ученых средняя температура на Глизе-581 G около ноля градусов. Но за счет атмосферы она вырастает примерно на 30 градусов. Этот эффект ученые называют одеялом. Мы знаем что вот такие малые планеты они скорее всего из тюри формирования солнечной системы что они каменистые. Раз это каменистая раз она находится в зоне обитаемости и так далее то потенциально на ней может быть вода. И не просто вода а вот в трех формах пар там лед и жидкая вода. Экзопланет то есть таких планет как Глизе на которых возможно жизнь сегодня известно более 500 но ни на одной из них до сих пор не найдены признаки жизни. Однако ученые уверены разумная жизнь на экзопланетах существует. Астрономы говорят как минимум о пяти планетах в нашей галактике на которых могут быть разумные существа. Но человеческие технологии поиска внеземных цивилизаций находятся на примитивном уровне. Наука всегда зашорена. Вот мы видим что есть сто лет назад установленная возможность радиосвязи. Радиосвязь дошла сейчас до великолепного уровня. Но когда говоришь тем же самым ученым специалистам в этой области что это не последняя точка что будут найдены новые методы они говорят ха-ха какие. Некоторые ученые прогнозируют нам понадобятся тысячи лет чтобы хоть на шаг приблизиться к инопланетным цивилизациям а потому лучше искать их где-то поближе например в нашей родной солнечной системе ведь неразумные но все-таки живые существа могут обитать и на Марсе и на Венере они словно сиамские близнецы разделенные после рождения они похожи размерами массой и количеством вещества даже скорость и орбита их вращения настолько согласованы что друг к другу эти планеты повернуты всегда только одной стороной эти близнецы Земля и Венера Внешне имеется ввиду по размерам и массе да она сестра Земли никакая другая планета из известных нам здесь в Солнечной системе настолько по размерам и массе на Землю не похожа но это только по размерам и массе все остальное резко отличается на Венере настоящий ад в нашем представлении воздух насыщенный едкими парами серы из древних вулканов густые ядовитые облака не пропускающие солнечного света ураганные ветра и сильнейшие грозы реки раскаленной лавы немыслимо высокая температура больше 480 градусов по Цельсию то есть что-то раскаленное пустыня и очень плотная атмосфера очень жуткая духота ну и конечно же дышать там нельзя то есть атмосфера по своим характеристикам совершенно не похожа на земную это углекислый газ немножко азота вся атмосфера Венеры вращается несмотря на то что планета вращается очень медленно атмосфера на ней вращается очень быстро то есть полный оборот атмосферы на Венере происходит примерно за 4 дня казалось бы о какой жизни на Венере может идти речь не для человека уж точно однако в замыслах советских конструкторов сразу после полета Юрия Гагарина в космос созревал фантастический план отправить человека на Венеру руководил программой Сергей Королев советские конструкторы тогда еще не знали что на оранжевой планете давление атмосферы такое же как на глубине 90 метров под водой а значит космонавта оказавшегося там раздавило бы в долю секунды не знали из чего состоят облака но ведь облака они как бы ну состоят из воды полагали что может быть они состоят из воды ведь состав был неизвестен облаков ну под облаками там может быть в общем-то океан там может быть условия подобные земным там может быть жизнь под этим тонким условием облаков планом великого конструктора Королева сбыться было не суждено в мае 1962 автоматическая станция Венера-1 прошла в сотни тысяч километров от планеты целей больше никаких данных с аппарата не поступало связь с ним была потеряна последующие запуски межпланетных станций также не увенчались успехом аппараты достигали поверхности Венеры но из-за сильного солнечного излучения электроника выходила из строя и данные исследований на Землю не возвращались были такие предположения что это мир как бы юность нашей Земли там бродят динозавры там гигантские растения вот что-то типа нашего мезозойского периода вот что представляла собой Венера по представлению ученых но сам факт что действительно когда начались реальные попытки совершить посадку на Венеру то первые три станции Венера 4 Венера 5 Венера 6 они были раздавлены атмосферой Венеры в 1970 году седьмая по счету станция Венера впервые совершила мягкую посадку на ночную сторону планеты и впервые передала точные данные о давлении и температуре на поверхности именно тогда советские ученые и узнали Венера вовсе не сестра Земли а ее полная противоположность стало понятно что отправлять пилотируемый корабль на Венеру нельзя даже снаряженный по последнему слову космонавтики человек не выживет в таких условиях и секунды но оранжевая планета скрывала еще много тайн и на многие вопросы ученые так и не получили ответа в 1982 году космический аппарат Венера 13 впервые передал цветное изображение с поверхности оранжевой планеты космический зонд вместо запланированных 30 минут работал рекордные 2 часа и 6 минут вряд ли кто-то тогда посмотрел этот фильм до конца но недавно российский ученый Леонид Ксенфомолиди решил внимательно изучить пленку те группы которые проводили эксперименты и так далее они опубликовали первые панорамы Венеры и остальной материал он хранился в архиве на магнитных лентах лентах и так далее Леонид Васильевич он в общем-то поставил довольно интересную задачу он поднял эти данные он их обработал по-новому и получив эти новые панорамы Венеры он там сделал целый ряд интересных и неожиданных выводов и каково же было его удивление когда он обнаружил что на Венере могут быть обитатели на записи они необъяснимым образом то появляются то пропадают а значит движутся это самый большой из замеченных объектов почти 17 сантиметров в длину присмотритесь внимательно он напоминает скорпиона появляется из почвы через 90 минут после включения камеры и под ним видна тень но еще через 26 минут на снимке его уже нет однако осталась канавка в грунте некоторые исследователи считают что во время посадки модуль создал сильный шум разогнав обитателей Венеры а спустя время когда все утихло венерианские скорпионы снова вернулись кроме этого другим экспертам удалось разглядеть на пленке венерианское существо похожее на земную улитку мы видим здесь камни но среди этих камней мы можем увидеть что-то напоминающее наши земные раковины каури вот тут две раковины одна как бы за ними открылась но явно если посмотрим на эти все изображения то мы увидим у всех у них есть щель щель вот такого типа и эта щель с этим значит с этой морфологии она просматривается на всех закрытых раковинах на всех закрытых раковинах это я в руке держу нашу ракушку каури которая встречается в наших морях однако большинство ученых резко критикуют эти выводы на их взгляд все это можно объяснить дефектами пленки а венерианские скорпионы на записи скорее всего отвалившаяся при посадке крышка объектива ведь на Венере не смогло бы выжить ни одно живое существо если же определиться что это такое что нельзя объяснить ну ничем ну ничем ни дефектами ну ничем ну тогда придется признать что мы зафиксировали на Венере нечто необычное идею о том что на Венере может существовать жизнь недавно поддержали ученые техасского университета в Эль-Пасах они считают что венерианские обитатели скрываются в кислотных облаках укутавших планету по расчетам исследователей на высоте 50 километров температура падает до 70 градусов а давление приближается к такому как на Земле это значит что появляются приемлемые условия для выживания потенциально может существовать форма где-то в облаках потому что там тем не менее очень мало но есть пары воды и там хотя среда очень агрессивная там есть и соляная кислота и так далее но это не исключает в общем-то каких-то какие-то экстремофильные так называемые формы жизни то что у нас там каких-то очень соленых средах например существует либо где-то там глубоко в земле либо глубоко в океане там вот эти черные курильщики и так далее сторонники теории жизни на Венере указывают на некоторые любопытные данные например молнии и солнечная радиация на оранжевой планете должны создавать огромное количество окиси углерода но по факту в атмосфере ее почему-то очень мало значит углерод кто-то расходует больше того на планете содержится сероводород и сернистый ангидрид эти газы должны взаимо уничтожать друг друга если только их кто-то постоянно не воспроизводит кто может расходовать углерод и постоянно выделять несовместимые газы возможно неизвестные венерианские микроорганизмы ведь доказано что бактерии первые жизненные формы на земле вели себя точно так же наверное искать на Венере жизнь земного типа не стоит но даже в таких условиях зная цепкость жизни ее многообразие жизнь существует и в Антарктиде при температуре минус 50 градусов и на экваторе при температуре плюс 50 градусов зная эту как сказать цепкость жизни не исключено что даже на Венере какие-то типа живых существ на уровне микроорганизмов могут существовать некоторые исследователи считают что искать жизнь на других планетах по принципу сходных условий обитания на земле заблуждение вполне возможно что некоторые формы жизни могут существовать даже в таких условиях которые казалось бы с жизнью несовместимы и доказательства тому здесь прямо под этим дном Тихий океан тектоническая платформа Хуандафука ученые находят здесь невероятно жизнестойкие микроорганизмы которые способны выдерживать огромные температуры кроме того эти бактерии могут существовать без кислорода и при невероятно сильном давлении то есть в таких условиях как на Венере в жерлах подводных вулканах обитают бактерии которые выдерживают температуры близкие к этому и что самое интересное они при минус там восьменичке 90 градусов уже полностью замерзают и не живут поэтому встретить их в нашей обыденной жизни нельзя а на раскаленной плите они бы с удовольствием жили если предположить что из таких бактерий на Венере могла зародиться жизнь то как выглядят эти существа чем они питаются как перемещаются ведь из-за высоких температур они просто не могут состоять из белка как люди биологи предполагают что в основе венерианской жизни может быть кремний кремний углерод он по валентности там четырехвалентный и получается так что можно углерод могли бы заменить кремнием во многих соединениях вот так по процессу эволюции он мог бы замениться и тогда жизнь была бы именно кремниевая потому что соединения были похожи чем-то идентичные но они могли бы выносить очень высокие температуры эти организмы недавно ученые сделали сенсационное заявление клетки способны выживать в жесткой космической среде это показал уникальный эксперимент биориск проведенный на борту НКС контейнер с биологическими образцами выставили в открытый космос на полгода результат превзошел все ожидания какие-то споры лишайников какие-то биологические образцы но самое скажем так высокоразвитое из этого это личинки африканского комара вот потрясающе то что когда они их вернули на землю они ожили и вылупились комары то есть в условиях безвоздушного пространства радиации в условиях вакуума перепада температур они выжили то есть земное там выживает возвращается на землю этот эксперимент обрадовал сторонников теории о том что на нашей соседке Венере существует примитивная жизнь исследователи предполагают отправить туда автоматическую станцию которая сможет исследовать эту планету несколько лет однако такой эксперимент может состояться нескоро ведь все силы и средства многие государства тратят на исследование совсем другой планеты где можно обнаружить не просто живучих микробов а разумную жизнь древние китайские астрономы называли эту планету огненной звездой за красный цвет напоминающий о крови и пожарах древние греки дали ей имя Марс в честь бога войны нешуточные бои разгораются сегодня вокруг этой планеты ученые всего мира бросают все силы на ее изучение а некоторые страны заявляют что уже в ближайшие десятилетия обоснуют там первые колонии откуда такой интерес именно к Марсу многие исследователи уверены столько внимания этой планете уделяется потому что велика вероятность обнаружить там разумную жизнь Марс это бесконечная тема это объект номер один в исследованиях в поисках жизни вне Земли в принципе что-то там у нас на Земле произойдет и мы всегда должны иметь некую запасную площадку то есть это может быть Марс ноябрь 2011 года с американского мыса Канаверл стартует ракета Атлас Ви она выводит на орбиту самый большой технически сложный и дорогой зонд который когда-либо запускали в космос эти кадры облетают весь мир космический аппарат новейшего поколения Кьюриосити совершает посадку на Марсе в кратере Гейла вот так выглядит кратер Гейла он представляет собой воронку диаметром 150 километров внутри которой находится 5-километровая насыпь из осадочных пород удивительно но по мнению ученых эта насыпь могла образоваться в результате течения одной из древних марсианских рек гипотеза о том что на Марсе когда-то вообще могли быть реки долгое время считалось антинаучной и только когда марсоходы НАСА Спирит и Оппортьюнити прислали на Землю изображение это предположение подтвердилось на Марсе действительно текли реки благодаря автоматическим зондам было установлено что в юго-западном полушарии в кратере Эберсвальде есть древняя дельта реки площадь которой 115 квадратных километров а сама река намывшая дельту имела в длину более 60 километров они обнаружили речную гальку которая во первых она по виду водой переносилась и так далее у нее круглая форма скажем это значит что чем-то она обрабатывалась а вторых она вот в этот грунт там ну как такое ощущение как забетонирована то есть то что у нас вот наверное в горных ручьях когда там на какое-то время пересыхает то мы видим вот эти вот остаточные русла ну и из химического анализа они тоже видят соединение которое в общем-то наиболее эффективно формируется когда в присутствии воды но самое удивительное возможно в кратере Гейла до сих пор есть вода на снимках сделанных марсоходом Оппортюнити видны темные полосы на склонах холмов некоторые исследователи предполагают темные полосы это жидкая соленая вода она появляется во время марсианского лета а к зиме исчезает потоки как бы обтекают препятствия сливаются и расходятся некоторые ученые считают это говорит о том что на Марсе были не только реки но и моря сегодняшние данные чем дальше тем больше это неопровержимо подтверждают и данные марсоходов и данные орбитальных аппаратов обнаружили нечто напоминающее береговую линию то есть когда-то были там не только реки были моря ну как минимум озера точно были скорее всего были и моря значит была вода сегодня это подтверждено что не только углекислота а вода самая настоящая но если на красной планете когда-то были реки и моря значит там была жизнь ведь вода главное известное нам условие возникновения жизни ученые ученые надеются что марсоходу последнего поколения кьюриосити удастся то что не смогли предыдущие автоматические лаборатории найти жизнь кьюриосити это целая лаборатория собственно у него первое название это марсианская научная лаборатория МСЛ так называемый потом уже был объявлен конкурс и дали название кьюриосити любопытство любознательность так это там очень много всего там можно провести разные эксперименты на борту он берет там измельчает проводит всякие анализы и прочее это очень интересная программа дорогая но она того стоит Тимоти Гуд бывший астронавт НАСА уверен о том что на Марсе существует разумная жизнь в аэрокосмическом агентстве давным-давно знают он считает что все реальные открытия которые сделаны НАСА за последние полвека на самом деле засекречены в моем понимании НАСА было создано десятки лет назад как прикрытие для реальной космической программы которая по моей информации курируется космическим подразделением ВВС Соединенных Штатов Америки и НАСА они конечно получают миллиарды долларов и они выполняют многое действительно большое количество полезной работы но настоящая работа происходит за ними и там происходят такие вещи о которых мы даже и не слышали а курирует эту работу именно космическое подразделение ВВС США по мнению в мире национального общественного радио сделал сенсационное заявление поднявшее на уши весь мир данные полученные марсоходом кьюриосити войдут в учебники истории на планете обнаружена жизнь подробности ученый пообещал озвучить на открытии 45 конгресса американского геофизического союза в Сан-Франциско но вместо Гротцингера на конференции с отчетом почему-то выступил исследователь Пол Махефи и вместо сенсации сообщил о ее отсутствии марсоход не обнаружил никаких органических веществ которые бы указывали на признаки марсианской жизни однако многие исследователи уверены не мог серьезный ученый бросать слова на ветер и подобное происходит не первый раз когда кьюриосити высадился вот недавно значит на Марс только стал ползать и вот там галька дно ручья и после этого пресс-конференции НАСА встает значит какой-то там ученый говорит есть основания полагать рассмотреть вопрос о том что может быть это была вода понимаете да не заявление о том что так есть а это формулировка некой позиции которая позволяет либо согласиться с этим либо отрицать это использовать как угодно есть основания полагать а у других есть основания полагать что там серо-жидкое текло ну вот а правда то где вот была на Марсе вода не верит заявлениям НАСА и бывший биолог космического агентства Гилберт Левин ученый уверен что жизнь на Марсе удалось обнаружить еще в 1976 году когда на Красную планету высадились американские аппараты Викинг-1 и Викинг-2 добытый на Марсе грунт тогда поместили в так называемый куриный бульончик питательную среду которая должна активизировать бактерии результаты эксперимента тогда просто потрясли биологов они взяли образцы грунта поместили в этот питательный бульон и пошла бурная реакция но она иссякла и вот теперь думайте либо это просто химическая реакция в результате сколько угодно таких вещей либо их бактерии стали есть наш бульон и просто подохли потому что это не марсианский бульон а земной он к ним не подходил несмотря на то что биологи участвовавшие в этом эксперименте были уверены что активизировались именно марсианские бактерии руководство НАСА это отрицает по официальной версии якобы газ образовался в результате химической реакции грунта и питательной среды а это не свидетельствует о наличии жизни на красной планете ученые европейского проекта марс экспресс недавно обнаружили на марсе сенсационную находку метан его наличие свидетельствует в пользу жизни на планете наличие бесцветного газа определил специальный спектрометр на земле метан формируется отнюдь не частично он а биологическим способом то есть из органического средства а частично биологическим то есть вот коровы жуют там траву и так далее они выделяют метан когда мы видим метан вот где-то на другой на марсе то сразу стал же вопрос как же он образовался то есть сколько коров нужно чтобы вот столько метана на марсе либо он каким-то биологическим способом однако вскоре наса сообщает что марсоход к юриосити в атмосфере марса метан не обнаружил а значит нечего думать и о существовании живых организмов удивительно но это заявление противоречит результатам не только исследований полученных с телескопов но и спектральному анализу проекта марс экспресс то что когда-то на марсе была жизнь подтверждают многие эксперименты например изучение марсианского метеорита ALH 84001 17 миллионов лет назад ударом астероида с поверхности марса выбило осколок столетия он дрейфовал в космосе но затем все-таки попал в зону притяжения нашей земли и упал в антарктиде где через 10 лет его нашли но тут произошло нечто странное вместо научных открытий находку игнорировали более 8 лет до тех пор пока группа исследователей НАСА без ведома руководства не начала ее изучать каково было удивление ученых которые в карбонатовой части метеорита обнаружили яйцевидные структуры длиною в несколько нанометров это по их мнению не что иное как окаменелые остатки марсианских микроорганизмов а совсем недавно известный астробиолог Ричард Говер опубликовал сенсационную статью ученый утверждает что тоже обнаружил на метеоритах следы внеземных микроорганизмов он нашел при помощи вот этой электронной микроскопии некие следы простейших окаменелостей неких простейших бактерий и так далее ну это значит что эти бактерии прилетели откуда-то из-за окружающего нас космического пространства причем возраст этих метеоритов достаточно древний по-моему один из них чуть ли не старше Солнечной системы НАСА подобные находки отрицает а недавно департамент национальной безопасности США применил меры повышенной секретности ко всему что связано с изучением Марса чтобы продолжить работу в агентстве сотрудникам лаборатории реактивного движения поставили ультиматум либо они соглашаются на проверку ФБР либо уходят с работы аэрокосмическое аэрокосмическое агентство постоянно все отрицает а любые доказательства существования жизни на Марсе отвергает военные эксперты считают что космическая программа НАСА контролируется на самом высоком уровне Дело в том что космос сегодня представляет такую среду которая определяет возможность ведения вооруженной борьбы на земле поскольку космическая компонента систем разведки наблюдения связи является основой любой современной армии безусловно космос очень серьезно влияет на политику и тот факт что сегодня Соединенные Штаты Америки имеют порядка 400 спутников в значительной степени определяют их широкое влияние Аэрокосмическое агентство США собирается расширить программу изучения поверхности Марса в 2016 году планируется высадить на планету еще один космический аппарат под названием Инсайт по оценкам специалистов НАСА знает во что вкладывает деньги программа полета американцев на Луну стоила бешеных денег но выиграли больше вот все технологии которые которые были развиты микропроцессоры которые в конечном итоге привели к формированию персональных компьютеров сотовая связь это все имело корни там удивительное новые вещества те же скафандры которые разрабатывали для космонавтов то есть каждый доллар вложенный туда он окупился трижды 49 градусов 19 минут и 73 секунды северной широты 29 градусов 33 минуты и 53 секунды западной долготы этот адрес на красной планете посетили 400 тысяч земных гостей именно такое количество просмотров получил ролик размещенный астрономом-любителем Дэвидом Мартинесом в интернете разглядывая фотографию Марса сделанную со спутника он наткнулся на необычный объект похожий на космическую станцию по расчетам исследователя сооружение имеет довольно внушительные размеры более 200 метров в длину и 45 метров в ширину выглядит как цилиндр окрашенный в белый цвет синими и красными полосками Мартинес предполагает что это лишь верхняя часть гигантской подземной постройки марсиан эксперты НАСА отнеслись к этому обнаружению скептически по их словам произошел сбой в работе камеры спутника вызванный влиянием космического излучения а значит различные сооружения на красной планете просто иллюзия возможно это действительно так но зачем тогда аэрокосмическое агентство само создает оптические иллюзии это официальные съемки Марса сделанные Curiosity ощущение будто все выкрашено в сепию даже сам вездеход который на земле был синим на съемках с Марса вдруг стал красным а белые полосы на американском флаге розовыми зачем сотрудники аэрокосмического агентства меняют цвета на снимках для чего синее марсианское небо перекрашивают в красный цвет посмотрите вот так выглядит восстановленный реальный марсианский пейзаж насчет неба разукрашивания только такой легкий безобидный можно сказать пример масса других вещей есть когда Кириос сел там сразу два НЛО было в кадре а дальше он путешествовал кадры это небо показывали все время показывали каждый день в интернете онлайн ничего же не показывают а может там их пачками летает мы не знаем мы не знаем ни международа общественности не знают ни президента российской академии наук не знают то что не показывают некоторые эксперты предполагают США создает отрицательный имидж Марса как непривлекательной безжизненной планеты затирает зеленые цвета свидетельствующие ожидания удачи 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 Продолжение следует... 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 Но нет фотографий самого кратера. Создается ощущение, что тема исследования Марса явно находится под запретом. Возможно, там уже обнаружено что-то такое, что, по мнению американского правительства, пока никому не следует знать. Остается добавить, что последнее время особенной реальностью труднее отличить от фантастики. Ученые всерьез рассуждают о переселении на другие планеты. Финансисты связывают падение и рост курс валюты с приближением комет. Что уж говорить о военных, которые изучают инопланетян так, будто они и есть главные вероятные противники. И все бы ничего, если бы за всем этим не стояли реальные факты, которые невозможно ни опровергнуть, ни объяснить. На этом наш день космических историй закончен. Я желаю вам космического здоровья, вселенской удачи и вечной любви. С вами был Игорь Прокопенко. До встречи на просторах Вселенной. Субтитры создавал DimaTorzok